Это очень личная программа о принципах и правилах жизни. Наш сегодняшний гость – академик Александр Аганович Чубарьян, научный руководитель Института всеобщей истории. Наш разговор о большой жизни и большой истории. Александр Аганович, это первая передача нашего цикла, которую мы записываем не в студии, а приехали к вам в гости в поселок Моженко Академический. Я подумал о том, что сам поселок, где живут академики, это тоже наша история. Он появился довольно давно, еще при Сталине. Да, он имеет свою историю. Возник он после бомбы. Когда у нас сделали бомбу, испытали ее. В качестве благодарности ученым говорят, что это лично Сталин распорядился. Выделили здесь, в этом районе, около Звенигорода, 100 гектаров земли для ученых. В основном это были физики. Но очень скоро туда прибавились и люди других специальностей. Гуманитарии появились. Был Тарлия, был Минц. И маленькие дома каждую им дали. И это начался от поселка. Он имеет свою историю. Конечно, сейчас он находится в некотором запустении, я должен сказать. Но я помню прекрасно, как здесь было. Здесь был хороший дом культуры. Он сейчас стоит, но он нуждается в ремонте. Там и все. Я помню, там был всегда популярный бильярд, где стояли кий академика такого-то. Кий академика такого-то. Было подсобное хозяйство. Здесь хорошие были овощи и так далее. Так что он возник. И, в общем, академический стиль сохраняется и сегодня. Когда, конечно, уже прежних никого нет, естественно. Это либо их дети, либо проданные дома, потому что они на правах собственности. Но все-таки какой-то здесь академический дух существует. Хотя однажды я как-то был на заседании, там какие-то молодые люди были. И сказал, понаехали тут академики. Имея в виду, мы-то получили этот наш участок, этот кусок примерно лет 10 тому назад, лет 8 тому назад. Ну, просто оказалось свободное место. Ну, вообще, это история, конечно. Ну, если мы уже об этих годах... Я много прочел о вас. Мне показалось, что смерть Сталина для вашей семьи была очень своевременной. Ну, я вам должен сказать, что достаточно противоречиво, конечно, все это было. Вот. И это было связано с тем, что папа был под определенным преследованием. Он был проректором библиотечного института, сейчас институт культуры. И вот появилась статья в литературной газете, я помню эту фамилию этой барышни, которая это написала, о том, что вот в этом университете сионистское гнездо. И в качестве покровителя этих людей был назван мой отец, значит, который был замки. Было время борьбы с безродным космополитетом. Да, он был проректором. Я это помню, я был уже студент. Я помню, что обычно папа приходил, они с мамой беседовали на кухне, это я помню. И его завели персональное дело в Химкинском райкоме. Вот. И я прекрасно помню, как он пришел и сказал, что, кажется, дело принимает очень трагичный оборот. И заседание назначено было на 10 марта 1953 года. Ну, последовали известные события, и заседание не состоялось, и все это. Так что это было. Преследованием подвергся родные два брата моей мамы. Один преподавал в МГУ на филфаке. Он был один из лучших специалистов по Чехову и Достоевскому. А второй был экономистом. Ну, значит, они оба были уволены из университета. Ну, так что это вот было такое дело. Вы относите себя к поколению детей 20-го съезда? Ну, я бы не сказал. Все-таки, несмотря на то, что это было, мы, конечно, все это восприняли. Именно окружение мое. Все с большим энтузиазмом. Но я просто помню, знаете, как, когда я был еще студентом, это были проработки, которые были в университете. Академик Минц и другие их обвиняли во всех смертных грехах. Это я все помню. Это было. Но я был, конечно, молодой человек, еще мальчик, не очень все это воспринимал. Кроме того, я был очень болен. Во время учебы у меня был туберкулез, которым я заразился в эвакуации. С мамой ездил. Селябинский. Поэтому как-то я не был особенно вовлечен в эту общественную деятельность. Но я помню, что все это было. Я уже был с 1955 года в Институте истории в Академии Новых, где это бурные дебаты происходили вовсю. Понимаете? И обсуждения, которые были, я это прекрасно помню. Как вы считаете, вашему поколению удалось избавиться от испуга Сталинщины? Ведь это был испуг у всех. Я думаю, что да. Это прошло. И, в общем, все это по-разному все воспринимали. Я помню, что мама страшно меня умоляла не ходить на похороны Сталина. Я не ходил. Но я был на других крупных мероприятиях. Я был на Красной площади 45-го года. Знаменитый парад. Это я был. Это была эйфория просто. Были тысячи людей. Как-то мы плавно вживались в другую систему. Причем иногда это носило даже такие несколько юмористические формы. Вот было партсобрание в Институте истории, где я там учился. Это было уже ближе к 56-му году. Даже попозже немножко. И там висели портреты в зале членов Политбюро. Я прекрасно помню, когда объявили антипартийную группу, которая была при Хрущеве. Один наш сотрудник, довольно известный потом автор книг про кулинарию, про все. Он притащил вдруг лестницу во время партсобрания. Поставил лестницу и начал снимать портрет. То есть это, я это говорю к тому, что это трагическое событие, но оно сопровождалось таким. Поэтому я думаю, что вхождение было достаточно плавным. И в общем, мое поколение это встретилось энтузиазмом. Когда сейчас говорят, что да, Сталин был виновен в гибели сотен тысяч людей, но с другой стороны великий полководец, с третьей стороны менеджер индустриализации. Как к этому надо относиться? Как вот вы к этому относитесь? Ну, понимаете, дистанция прошла уже большая. Хотя все любят приводить слова Дэна Сяопина, который про французскую революцию сказал, что слишком маленький прошел период. Время прошло уже. Нынешнее поколение вообще даже не знает, что это такое. Для них это как... Как Наполеон. Для них это как война 812 года. Вот. Но я думаю, что надо спокойно смотреть на эти события. И надо, особенно молодому поколению, я вот стараюсь им привить идею, что меня ругали за книжку, которую я сделал по поводу 39-го, 41-го года. Причем ругали и слева, и справа. Это судьба людей, которые я исповедовал центризм в своей жизни. Не только в науке, но и в жизни, к сожалению. Может быть, теперь с высоты могу сказать. Но надо отдавать должное, как было. Во время войны действительно все было сконцентрировано на нем. Причем я писал 39-й, 41-й год. И мне ругали, что все он. Но реально я все архивы изучил, и наши, английские, французские, и американские, немецкие частично. И все замыкалось на нем. Поэтому роль его объективно можно оценить. Но я просто хочу сказать, что есть вещи в истории за людьми, которые не может быть прощением. прощением. Вот то, что вы сказали, репрессии, которые организовал он, они не могут быть прощены. Понимаете? И они, как некоторые говорят, что вот они могут быть снисходительным тем, что вот окупаются тем, что вот он сделал для индустриализации. Поэтому и для молодежи, мне кажется, это важно, это понимание этого дела. И второй момент, то, что он играл во время войны, это очевидно. Но насчет индустриализации это спорное дело. И вообще, как это все проводилось, какими способами. Цена индустриализации это серьезное дело. Проблема цены в истории для меня имеет и морально-этический контекст, а не только цифры сопоставить. Вот, даже когда говорят цена победы, ну, это правильно, мы победили и все, но это тема, которая тоже может быть изучена. Вы помните Великую Отечественную войну? Я прекрасно помню. 22 июня, я прекрасно помню этот день. Мы переехали на дачу и утром в этот день разбирали вещи всякие, мама, папа. Я прекрасно помню, я старался опробовать новый велосипед, который мне купили. Когда в 12 часов это появилось, заявление, и мы в тот же день уехали. И мы ехали в поезде. На всю жизнь я это помню. Электричка была полна людьми. Люди не только сидели, но стояли весь, вон, в мертвой тишине. Все 40 минут, сколько, или час мы ехали. И у людей на лицах было, теперь я понимаю, ощущение абсолютно неясно, что будет. Потому что все-таки это все поколение, оно не воевало. Ну, там, финская война была, но мало встречали, как вы знаете. Вот поэтому я помню, потом мы уехали в эвакуацию с мамой, папа ушел на фронт, у него было ранение, он был в Питере, в Ленинграде. Так что я помню войну хорошо. Знаю, что ваша идея в том, что войну важно показывать не через даты, а через людей, через судьбы. Мне кажется, что бессмертный полк это и есть воплощение такой идеи. А как историку показывать через людей? История же, она вся как бы базируется через даты, через события. Ну, понимаете, это касается не только войны, а вообще всей истории. Сейчас большой бум в отношении истории во всем мире резко возрос интерес к истории. И в нашей стране. Но он возрастает в основном не к событиям, а к людям. Понимаете, вот я искал причины, почему так нравятся сериалы, скажем, императоры наши. В советское время это все были отрицательные персонажи, вся интеллигенция, вся аристократия. А сейчас такой большой интерес. Людям интересно посмотреть как раз вот историю через конкретного человека. И люди сейчас ищут в истории даже аналогии каких-то событий. Как вели себя люди вот в такой ситуации. Вот была пандемия. Я вижу, у меня я в университете, где президент университета, и студенты, им было интересно, а как вот были эти чума, как тогда вели себя, как это проявлялось, как была знаменита испанка в начале 20-го года. Вот поэтому история в лицах. Поэтому сейчас в мировой науке смещение такое идет, понимаете. Всех интересуют такие вещи, которые раньше не были. Моды, вкусы, одежда, питание. Это можно понять только через конкретного человека. Это то, что называется микроистория. У вас даже есть выражение такое истории столько, сколько историков вы сказали. Это не мое. Это у меня был коллега в Англии, значит, он был такой Эдвард Карр. Он больше всех написал про нашу страну. Выпустил 8 томов истории Советского Союза. Он был во время войны главный редактор Таймса в Англии. Он был такой очевидный консерватор. И вот он как-то написал, у него есть книга по теории истории, что истории столько, сколько историков. Ну, это такой релятивизм, конечно, доведенный, может быть, до крайности, но историк отбирает факты. Море фактов. Но он же их отбирает как-то, и он их пропускает через себя, понимаете, через свое видение все-таки истории, несмотря на во время советского времени это было запрещено так думать, потому что все шло, были закономерности, которые определяли все. А сейчас, конечно, роль историка в этом смысле значительно усилилась и расширилась. Но вы экстраполировали это выражение на себя. В чем ваша история? Мое кредо в отношении истории выражено, ну, было вот в этой книге про 39-41 год. Эта история, это многофакторный процесс. История это не черно-белая картинка. Этот многофакторный процесс определяется в большой мере и людьми, которые участвовали в процессе, в каждом событии, которые накладывали отпечаток на весь ход событий. Поэтому я исповедовал это всегда, что нужно смотреть явления самые разные, которые были, и про, и контра, и сопровождающие. это позволяет, может быть, определить события. Мне кажется, это как в жизни у человека, понимаете, ведь он живет не так уж много людей, которые живут только вот черные и белые, хотя много таких людей. Много и в серой зоне. А сейчас очень много людей, которые все-таки живут, они жизнь человеческая, она сложная, она многоцветная, понимаете. Я даже знаю людей, которые, мои даже коллеги, переживают на старости лет, что у него было мало событий, мало всего. Поскольку я, моя жизнь всегда много рефлексии, я рефлективный человек очень, это эмоциональное начало во мне очень сильное, то я думаю, что вот это помогает все-таки увидеть жизнь в более многослойном виде. И тогда это позволяет оценить, кстати, и персонажа, в том числе, о котором вы сказали. Вот, я, это не должно его оправдывать, но Сталина, скажем, но это просто накладывает отпечаток на оценку разных людей. Кстати, это сейчас очень активно используется для оценки нашей отечественной истории прошлого. Когда у нас, в общем, ну, в России любили перехлёст всегда, у нас Павел I был как сумасшедший. И психически больной изображалась в книгах. А сейчас это апология этих императоров идёт, что это вообще были святые люди. Но показ их разных, с разных сторон, это нравится людям, это интересно, и это реальность, которую можно постичь истинно, только, мне кажется, на этом пути. Александр Ильич, пока мы не пошли дальше, хотел вас спросить. вот ваш папа несколько лет был генеральным директором Ленинской библиотеки. Вы, как книгачей и историк, успели этим воспользоваться временем? Ну, я воспользовался тем, что у нас дом был культ книги, абсолютный. Папа собирал вещи, он один из основателей клуба миниатюрной книги в Москве. Вначале мне казалось в этом какой-то смысл, но папа привлек, внушил и мне интерес к этому делу. Во время войны он собирал, начал собирать открытки, посвященные деятелям книги, литературы, и марки он собирал писателей. И поэтому вот это все привило, конечно, к интерес к чению. И, собственно, чем мы занимались дома? Вот вся моя жизнь, как у маленького ребенка мальчика. Читать. Папа на конце жизни занимался темой чтения в современном мире. И когда он умер, мы с мамой издали даже его книгу, так и называется, чтение. Потому что это действительно составляло, да и сегодня составляет смысл жизни. Я прекрасно помню отпуска, который я ездил с родителями, отпуск для папы это было читать, читать и что-то писать. Вот. И я это с детства приучен именно к этому. Я когда был главным редактором журнала «Огонек», все время объяснял интересующимся, что «Огонек» название не от того, что спичку зажег и «Огонек» появился, а от того, что прийти на «Огонек» называлось. То есть прийти на чтение. Люди собирались, читали книгу. Это было такое занятие для компании. Разрезали страницы над деревянными ножами. Поэтому в некоторых семьях остались деревянные ножи. Никто не понимает, зачем деревянные ножи, что это такое. Разрезали книжи. в советское время тоже был такой определенный культ книг. Я же прекрасно помню, как собирали макулатуру для того, чтобы купить книгу. купить книгу. Редкую книгу стояли за ними в очередях и так далее. Мне рассказал одну интересную историю Морис Дрюон. Он когда был здесь, незадолго до своей кончины, мы с ним обедали в ресторане на Пушкинской площади. Пушкин. И он мне рассказал чудную историю. Его издали книги, его... Ну да, он был таким биографом великий. И их продавали в магазине книжном, где он подписывал. все, кончились книги. И вот время подошла пожилая женщина, он говорит, ну, мне нету все. И тогда она ему сказала, ну, подпишите это, три мушкетера. Потому что, говорит, я только что ее смогла купить на макулатуру и так далее. Понимаете, это, может быть, примитивно, это полезно. Это все-таки в человеке пробуждает такие хорошие качества. Хотя, я вам должен сказать, сейчас возникла некая у нас негативное отношение к книге. Я вам скажу, Я этого не чувствую. Нет, я вам скажу, почему? Даже у меня. Вот, вы в каком-то на развале или в метро можете купить огромное количество книг, которые выпускаются огромными тиражами, которые абсолютно ничего не имеют отношения к реальности, какие-то такие черные магии или еще что-то. Понимаете, наше время это было плохо, что запрещали, что не все. но все-таки такого сдержки, я говорю, сдержки свободы и демократии. А как читателю, непрофессиональному историку, провести для себя границу между историей и исторической билетристикой? Я вообще сторонник билетристики. Я считаю, что если даже она искажает, но это все полезно, она, в общем, подает какой-то другой угол зрения, подхода. заставляет заинтересоваться. Да. Но вот появилась Фоменко своими людьми, которые вообще отрицали историю. Но это вредное дело. Понимаете, я знаю этих людей, это коммерческое дело. К сожалению, сейчас появились снова. Они ведь ушли в забытие, эти Фоменко с компанией. Причем, знаете почему? Все боролись с Фоменко. И это делало им колоссальную рекламу. И когда я помню это заседание, сказали, прекратим этим вообще обсуждать. И они сошли на нет. Но сейчас опять пытаются что-то восстановить. Вот поэтому, конечно, электристика имеет свои минусы, но она хороша тем, что она пробуждает интересы к истории. Может быть, даже ставит какие-то неудобные вопросы, как теперь фейки какие-нибудь. Но они все-таки пробуждают интересы к истории, как это было. Александр Ильич, я прочел, что вы, в общем, еще специалист внутри истории по Брестскому миру. У вас был диплом и кандидатская диссертация. Верно ли, что Украина не могла появиться иначе, как государство, чем как результат Брестского мира? Или вопрос может быть даже в другом. Она бы появилась без Брестского мира как государство? Значит, я вам скажу в начале о Брестском мире. Я сделал такую вещь, ну, у нас сейчас друг друга историки никто не читает ничего. Поэтому прошло мало замеченным. Я предпринял такую вещь. Я вот издавал свои мемуары, и я взял три сюжета, которые мои были главные. Вот, что бы я сегодня сказал про Брестский мир? И как я отношусь к своей книге, которая была издана в свое время? Я это сделал. В отношении Бреста и Гену, я думаю, что я в основном оставил его как общий позитий, с учетом идеологических, которые были обрамления. Что там нового произошло сегодня, как мы понимаем? И то, что в свое время было в тени. Это участие в Бресте Украины. Ведь туда приехала делегация Украинской Рады, которую мы особо не признавали. Потому что на Украине постоянно шла смена. Были большевики, были одни, были другие. Причем это калейдоскоп событий. Но в этот момент была Украинская Рада, которая была абсолютно под германским влиянием. Это совершенно очевидно. То есть, была государственность у них к этому моменту? Они провозгласили это государство. Они провозгласили Центральную Раду как украинское государство. Они появились там, в Бресте. они во многом способствовали тому, что Германия давила и произвела ультиматум. Я сегодня еще, я уж вряд ли это сделаю, мне хотелось посмотреть какие-то архивы, в которых нет совсем. Отношения Троцкого с этими ребятами из Украинской Рады вообще были какие-то. Там были, конечно, официальные отношения, но они все сугубо официально только изложены. Но это было время, и вот сейчас у меня очень были активные контакты с Украиной до этого года. Есть с Украинским институтом истории. Для них это теперь период, великий период украинской истории, 18-19 год, когда они поразгласили Центральную Раду. Они поразгласили этот государство, но оно реально не существовало. Оно реально существовало, потому что оно постоянно менялось. Потом оно пробыло там несколько месяцев, появились большевики, которые объявили свою власть и провозгласили свое социалистическое государство. Потом появилось в Харькове тоже свое. Поэтому в таком полноценном виде, я думаю, этого не было. И это сегодня на карте в украинской историографии это одно из главных период. Они недавно издали историю Украины, издавали, уже несколько раз в последние годы, и этот период у них чуть ли не две трети книги. Вот это Центральная Рада, это есть прародитель нашего государства и так далее. Александр Галюшев, силы круга людей отдают дань как дипломату вы смогли написать совместную с Украиной и с рядом других стран историю. С Польшей. С Польшей. С Германией. С Германией. Вот когда вы писали, готовили этот труд вместе с Украиной, какие были самые спорные, самые сложные точки и как вы их обошли? Ну, я вам скажу, у нас совместной книги с Украиной все-таки таком, как с Польшей не было. У нас была комиссия. Кстати, комиссия не ликвидированная сегодня. Надо сказать, что украинцы ее не распустили. Хотя она реально прекратила свое существование после 2014 года. С нашей стороны вы были руководителем. я, да, но я вам скажу, значит, наиболее яркий, может, пример, Польша. Но началось все с Германией, конечно. Но с Германией даже вышло так, каждый том, три тома по веку, 18-20-й. И главный редактор всего издания, мой коллега, написал, что у нас по оценке 20-го века, он консервативный историк очень, немецкий, почти нет разногласий. У нас были разногласия только по польским делам 1939 года и там восстание в Берлине, которое было и так далее. Но самый сложный это ситуация с Польшей. Какой был выбран вариант? Поляки хотели общие, чтобы были главы. То есть мы излагаем точку зрения наш, наш историк, и есть точка зрения польская. мы излагаем это в одной книге. Поляки на это согласились. Такое ощущение, что с ними нужно было издать просто две книги, потому что нет, по-моему, ни одного вопроса, по которому у нас не возникает. Вы знаете, мы же сделали с ними одной книги, и там уж с поляком вообще нет разных глав. Мы это определяли в тексте. Вот есть общий текст, скажем, где написано вот такие, наиболее острый 20-й век, где сказано в оценке этого процесса. Вначале идут факты такие. Существуют разные точки зрения. Есть точки зрения польской стороны, вот такого то. То есть вы давали разные точки зрения. Да, а есть точки зрения наши. И это мы с ним написали воведение с главным редактором польским, что открыло дорогу для публикации, и что вызвало одобрение у одних, у нас в стране, и критику довольно острую других. Письма писали, обвиняли меня, что я пошел на поводу. Потому что это дало возможность и воведения написать, что при оценке многих событий мы исповедовали, что есть разные подходы, разные точки зрения. Но есть и схождение каких-то общих подходов. Мы же назвали книгу с поляками России и Польши преодоление исторических стереотипов. У нас даже большая глава, как рождают стереотипы. И современные польские деятели отошли далеко от своих коллег, которые с нами это сделали. Хотя я вам должен сказать, может быть, это относится более общий вопрос. Вот в нынешней остро противоборстве, которое идет с нами по исторической части, академические круги западные мало в этом участвуют. понимаете, вот было даже годовщина войны или что. У нас нет такого, чтобы наши коллеги американцы, которые вдруг написали о том, что наш вклад в победу минимален, предположим. А почему так? Потому что точки над и уже историками расставлены, и им неудобно противоречить самим себе? Ну, они, во-первых, вот американцы. Мы же издали с ними три книги совместно про войну, в которых все точки были поставлены. И что же, они сейчас должны сказать, что все, что они писали, это все, значит, получается. Поэтому на этом поле подвязаются в основном политологи, журналисты больше всего средств информации. Хотя, конечно, идет процесс изменения академической науки в западных странах. Ведь эти центры, которые были по изучению Советского Союза и России, я посетил почти, все центры эти в Америке. У меня там были, все мои коллеги были, я все это описал в меморах. Вот. Они ушли. Это были враги нашего идеи коммунизма, противники, я бы сказал так. Но мы находили пути взаимодействия и сотрудничества. Сейчас пришло другое поколение, которое поменяло некоторые свои вещи. И вот эти академические каноны, они легко их отбрасывают. Вот, если возвращаться ко временам перестройки, был такой момент, когда в общество были выброшены массовые разоблачения сталинских дел. И как-то почти без дистанции так же заговорили и о Ленине. Для вас это было естественно, или вы чувствовали какой-то научный дискомфорт от того, что так быстро пришла очередь Ленина очередь изоблачения? Понимаете, у меня лично это довольно непростой вопрос. У меня докторская инсертация называется «Ленин и формирование советской внешней политики». Когда я написал работу и даже по Бресту и потом по Гену, мой научный руководитель сказал, чему я тебя учил? И для меня с самого начала было. Был один Ленин до 17-го года, и другой Ленин был после 17-го года. На меня особенное влияние впечатление производили последние работы Ленина перед смертью. Их не очень цитируют, но это крик отчаяния от того, что он увидел, что получается из того, что он сделал. Я считал, что это должно быть как за ним как-то тоже закреплено, как в истории. Я застал, как раз начались дискуссии, что такое сталинизм. Это проявление того же ленинизма дальше, на новом этапе. Или, как тогда, очень многие мои коллеги, даже, я бы сказал, такого либерального сегодня назовите диссидентского круга, считали, что Сталин это зло постоянно, а Ленин это светлая идея, которую он хотел сделать. Поэтому постепенно ко мне пришло ощущение, что, конечно, в какой-то мере сталинские идеи, они были продолжением общего ленинского подхода, централизованное государство, преследование инакомыслия, которое, значит, было при Ленине довольно сильное. Но в то же время это все-таки разные эпохи и разные личности, с моей точки зрения. Ленин все-таки это европейский деятель. Для меня самый интересный факт, конкретный, когда в феврале 17-го года Владимир Ильич был на кухне и скричал «Надя», закричал своей жене «В России революция!» В это время он пил кофе, значит, читал европейские газеты и так далее. Вот. Поэтому вы его считаете европейцем? Ну, я считаю, что европейский он все-таки не только потому, что он пил кофе, а потому, что он все-таки родился на почве марксизма. Марксизм все-таки это европейская теория, разникшая из Европы. Он стал жертвой такого, бы сказал, свое такое до крайности доведенного левого экстремизма. Понимаете? В общем, кто такой был Ленин? Он возглавлял левое крыло, ну, назовите бланкистское крыло социал-демократии. И он следовал этой идее. Эта идея себя не оправдала в Советском Союзе. То, что он построил, оказалось, что это построенное на утопиях каких-то даже было в какой-то мере. Вот. И он был пленником этой идеи. Вот. И его окружение тоже поддерживало эту идею. Сталия был совершенно другого типа. Даже и как в человеческом плане. и все. Когда вы говорите, что марксизм европейское учение, Сталин не был марксистом? Ну, он считал себя марксистом, конечно, да. Но, понимаете, он был все-таки... Сталина национальная идея, она превалировала в его всей деятельности. Вот я, например, считаю, что такое был пакт к Молоту и Риббентругу. Это отказ от теории мировой революции в пользу национальных приоритетов. Вот. И который завершился в 43-м году ликвидацией Коминтерна. Я хотел бы привести вам одну вашу цитату. В одном интервью вы сказали «Я до сих пор учусь не жалеть о сделанном». Что вы имеете в виду? О чем вам приходится жалеть? Ну, здесь, поскольку мы говорим о личном, у вас программа так называется. Понимаете, мой характер личный довольно создавал большие сложности в моей жизни. Я сказал, что я был рефлексивный человек и эмоциональный человек. Мы жили в обстановке самоцензуры, которая для личности, для эрозии личности больше значит, чем обычная цензура. Даже, мне кажется. И поэтому вот ощущение такого сожаления, что вот сделал, правильно ли я поступил и так далее, оно как-то меня преследовало многие годы моей жизни. Кроме того, настоящий историк, а может, вообще человек, в нем существует такой постоянный конфликт между назовите целью и моралью. Вот так я бы сказал, понимаете, или реальной жизнью и моралью. Это серьезное признание. Да. Поэтому я бы сказал, что сегодня я, может быть, если бы это было лет 20 назад, я бы это не сказал, но сегодня с высоты моего возраста и все, я могу это сказать. И это, в общем, существует не только для нашей страны, для человека здесь. Люди творческих профессий, они все в какой-то мере, мне кажется, я думаю, что и вы такой же, люди имеют такие вещи. Я и окружение моё, я учил всю жизнь не жалеть о сделанном, понимаете, потому что с этим довольно трудно жить. Кроме того, у меня был ещё такой, я по натуре оптимист в природе человек, и домашние мои всю жизнь были. Поэтому ещё был один девиз, что надо всякие поражения и неудачи превращать в конце концов в победы. Это удавалось? Во многом, может быть, да, понимаете. поэтому для меня были критические моменты некоторые в моей жизни. Например, когда я стал директором в институт. Я был первый директор выбранный, это был 88-й год. И меня не назначали директором, потому что тогда надо было утверждение в ЦК всё-таки тогда ещё. В советской власти ещё. Да. И меня я полгода избран, ничего нет. но был человек, который сыграл в этом смысле роль в моей жизни, Примаков Евгений Максимович, который мы были в хороших отношениях. Он мне говорит, а почему тебя не утверждают? Я говорю, откуда я знаю? И он при мне был директором. Из нему? Да. Он при мне позвонил Яковлеву. Тогда он был секретарём ЦК по идеологии курировался у Горбачёва. Ну, и что-то Яковлев ему сказал, как отношение ко мне что-то он знал. Я говорю, Яковлев спрашивает, а его выбрали? И я слышу, как Примаков говорит, да, ну так пусть работает. И когда я стал директором, то одна из моих целей была, я хотел доказать своей деятельности, своей жизнью, что я те идеи, которые я в общем исповедовал, их реализовать максимально, искал пути, как это лучше сделать. Да. Я испытывал многие годы, когда ещё я был до этого, какое-то недоверие, которое ко мне, в общем, где-то было. Но это должен быть жизненный принцип, который, мне кажется, сегодня помогает и людям вообще жить, что надо своей неудачи не превращать их в трагедию, как-то что это довольно сложно в нашей жизни, конечно же, в реальной жизни. Продолжение беседы в следующем выпуске программы очень личное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова